Что такое энтеросопция и вообще для чего она нужна? Дело в том, что в 21 веке, в рассвет фармакотерапии, мы столкнулись с проблемами побочных реакций, то есть это аллергические и токсические реакции, антибиотикорезистентность и так далее, которые формируют такой побочный цикл, побочный, вернее, порочный круг. И как из него выбраться? Здесь вот я привожу еще порочный круг развития системного воспаления с исходом в сепсис. Кавальон, 2006 год. И если вы обратите внимание, то одним из мест, куда может быть направлена терапия и где у нас существуют методики лечения, это ливопротеиды, вернее, эндотоксин. Эдотоксин, который поступает из кишечника в кровяное русло и, соответственно, вызывает все проблемы, которые связаны с интоксикацией. Как же можно провести детоксикацию? Ну, известно давным-давно, что существуют инвазивные и неинвазивные способы. К инвазивным относятся кровопускание, гемосорбция, гемодиализ, плазмоферез и так далее. А к неинвазивным тем, которые могут быть использованы в амбулаторной практике, ну, в том числе и стационарно, относится энтеросорбция. Она на самом деле очень проста, как глоток воды, то есть развел в стакане, выпил энтеросорбент и получил ожидаемый эффект. Как работают сорбенты? Сорбенты работают исключительно в кишечнике, они не всасываются в большинстве своем. Связывают эндотоксин, который выделяется в норме при разрушении грамм отрицательной флоры и в большом количестве выделяется при антибиотикотерапии, когда флора гибнет массово. Ну, так называемый эффект по типу Яриша-Герггеймера. Инвитро исследования показали, что, например, использование энтеросгеля, оно подавляет рост стафилокока и уменьшает продукцию стафилококкового энтеротоксина А. Ну, это флуор в этом году обещал опубликовать данные, известный наш микробиолог. Что касается рынка современных энтеросорбирующих препаратов, в России он представлен очень широко. Почему? Потому что Россия традиционно является мировым лидером по производству энтеросорбентов, и наука у нас продвинулась далеко. И в настоящее время отмечается тенденция к переходу от старых форм, то есть это порошки и таблетки, или твердые формы, к современным формам, это гели и паста. Почему это происходит? Дело в том, что порошки обладают так называемым эффектом Хёрбса-Фолькхаммера. Этот эффект был описан более 150 лет назад. Он связан с тем, что мелкие частицы менее микрометра проникают через энтерогематический барьер и через короткое время обнаруживаются во всех жидкостях организма, в плоде, моче, в почках и так далее. Что же помогает сделать нам энтеросорбция? Дело в том, что энтеросорбент работает в кишечнике, но благодаря своим свойствам по связыванию и выведению эндотоксина он облегчает работу других органов выделения, то есть это почки, кожа, легкие и так далее. И гипотетически это может произойти следующим образом. То есть энтеросорбент в кишечнике связывает и выводит эндотоксин. Тем самым на конференции много говорилось о транспортных белках, в частности альбумин. Дело в том, что транспортные белки в случае хронических воспалительных заболеваний и при острых воспалениях или интоксикациях, они могут быть перегружены. Соответственно, если они разгружаются за счет работы кишечника и освобождаются, то токсины, которые накапливаются в противном случае, связываются и выводятся ими, и тем самым облегчается их выведение, в том числе и через почки. Косвенно это подтверждается, допустим, работой Асачи и Боярской. Это наши украинские коллеги, которые показали, что при использовании энтеросгеля увеличивается концентрация как общего альбумина крови, так и эффективного альбумина крови. Ну и переходя к тем работам, которые в России были опубликованы по поводу использования современной энтеросорбции, в частности использования энтеросгеля в России, буквально в прошлом году Арбулиев, это заведующий кафедрой Махачкалинского медицинского университета, он предоставил данные, где использовал открытые проспективные сравнительно-домедийные исследования энтеросгель, получали 27 пациентов, и контрольная группа из 28 пациентов получала традиционную терапию. В результате в основной группе, которая получала энтеросгель, после лечения удалось добиться более высокой группы больных, более высокого процента, со стерильным посевом мочи. Авторы сделали вывод, что применение энтеросгеля в лечении острого пилонефрита оказывает как выраженную детоксикацию, так и улучшает микроциркуляцию, снижает бактериурию, в том числе у больных с сахарным диабетом. У детей подобная работа была проведена на Украине. Это Богдас Саров и соавтор в 2008 году. И 30 человек получали энтеросгель со стандартной терапией, 30 получали только стандартную терапию. В результате авторы сделали вывод, что использование комплексной терапии пилонефрита у детей в возрасте от 3 до 14 лет энтеросгеля на протяжении двух недель способствовало регрессии симптомов интоксикации, субъективных жалоб и так далее. Достоверно быстрее уменьшались лабораторные признаки воспаления и эндотоксикоза. И эти данные легли в основу нескольких приказов Министерства здравоохранения Украины. И энтеросгель там введен в стандарт и участвуют в лечении гламиронефрита и других заболеваний. Что касается большой проблемы сейчас в терапии инфекционных заболеваний, повышения эффективности противомикробных средств, то Милютин в 2013 году в Москве опубликовал данные, когда использовал энтеросгель с аналитиксовой кислотой у больных детей с альмонолиозом. И показало, что санирующая эффективность была почти в 3 раза выше в основной группе, которую применяла энтеросгель. Ну а украинские авторы показали очень важный момент при использовании современной энтеросорбции. Это то, что в кишечнике, благодаря использованию энтеросорбции при дисбактериозе нормализуется микробный паттерн и, соответственно, уменьшается концентрация патогенных микроорганизмов, стафилококков, кандид и так далее, и наоборот увеличивается концентрация, так скажем, благоприятной микрофлоры. Косвенно данные свидетельствуют о том, что энтеросгель, который используется при антимикробной терапии, он связывает и выводит эндотоксин грамма отрицательной флоры, которая разрушается антимикробными препаратами и, соответственно, предотвращает развитие побочных эффектов. Что касается наших белорусских коллег, это Якубцевич и соавтор, в 2009 году они опубликовали исследования, по результатам которых, в частности, у 14 больных использовался в течение 7 дней энтеросгель, находящихся на диализной терапии, по сравнению с контрольной группой, 17 человек получили значительное снижение концентрации креатинина. Ну и на основе этих работ в Белоруссии в стандарты лечения больных с хронической почечной недостаточностью, в частности, находящихся на диализе, энтеросгель введен. То есть рекомендуется курсами проводить по одной неделе в месяц по 15 грамм 3 раза в день. Ну, что касается других этапов терапии, то есть это реабилитации, профилактики и так далее. Что можно сказать? Что при реабилитации после антибактериальной терапии и так далее, энтеросгель показал свою высокую эффективность. Но в частности, вот здесь я привожу работу Наркевич 2004 года, который использовал энтеросгель для профилактики интоксикации у курящих на химическом производстве. То есть здесь комплекс включал энтеросгель по 45 грамм в сутки, аэвид и отвар пшеничных отрубей 3 месяца с частотой 2 раза в год. В результате состояние всех обследованных значительно улучшилось, и вот число случаев временной трудоспособности уменьшилось почти в 2 раза. Что касается выведения энтеросорбентами энтеросорбентами токсических веществ, то позапрошлом году Кудин с авторами, это московский автор, опубликовали данные исследования о энтеросорбции в комплексном лечении экологически детерминированных заболеваний у детей. То есть проводилось обследование детей, проживающих в зонах загрязнения цементной промышленностью. В результате были 2 группы детей, основная и контрольная по 30 детей. С хроническим структивным пилонефритом, инфекцией мочевой системы и дисметаболической нефропатии. Авторы получили неплохие данные. В основной группе достоверно снизилась концентрация белка, уменьшилось содержание лейкоцитов, эритроцитов в мочи и так далее. На что обратили внимание авторы? На то, что с использованием энтеросорбентами удалось в основной группе увеличить скорость экскреция тяжелых металлов, таких как цезий, сульма, мышьяк, кадмия. Авторы делают вывод, что включение энтеросорбентами в терапию детей с нефропатиями, проживающих в регионе цементной промышленности, приводит к повышенному выделению смочевой, кадмия и других тяжелых металлов. Нежелательных эффектов авторы не обнаружили. Ну и, собственно говоря, поэтому рекомендации, которые отражены в инструкции, о том, что во время путешествия в экологически не было приятных условиях, в период профилактики приема при приеме антибактериальных средств можно и нужно использовать энтеросгель. Что касается того, что я говорил, специальности родственные урологи, такие как дерматовенерологи и акушерогинекологи, давно уже ввели в свои стандарты лечения энтеросгель, ну, в частности, вот общество дерматовенерологов еще в 2010 году для лечения прорига. Порига – это неспецифическая такая почесуха, то есть какой-то зуд у человека, непонятно от чего, ну, видимо, связанная с интоксикацией в том числе, и рекомендует по одной столовой ложке утром, вечером, 2-3 недели. Если мы говорим про общество акушерогинекологов, то в 2014 году выпущены были клинические рекомендации, и в частности в этих клинических рекомендациях при гистационных пилонефритах, ну, вы знаете, проблема женщин беременных, которых трудно чем-то лечить, а энтеросгель относится к препаратам, которые разрешены у беременных кормящих. Они работают только в кишечнике, не проникают в кровь абсолютно, безопасны, поэтому они ввели в свои рекомендации. Но, к сожалению, я говорю еще раз, что урологи пока еще не ввели в свои рекомендации, ну, видимо, не знают. Или не видели. Завершая свое выступление, хочу сказать, что энтеросгель безопасен для детей с первых дней жизни, для беременных и кормящих. Для больных с сахарным диабетом он не содержит сахара. Он может применяться у лиц, страдающих аллергическими заболеваниями, потому что в принципе не содержит веществ, которые могут вызывать аллергические или токсические реакции. Ну, и это единственный энтеросорбент, который разрешен к применению больных язвенной болезнью и вообще язвенно-эрозивными изменениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Как его применять? Очень просто. Размешать в стакане воды. Некоторым не нравится вкус, они могут использовать сок, морс или другую жидкость, какая им нравится. Дозировки описаны в инструкции. И, собственно говоря, завершаем. Можно сказать, что конвенциональная терапия урологических заболеваний с энтеросгелем способствует эрадикации возбудителя, восстановлению функций органов и систем, предупреждению осложнений. Ну, и за счет того, что выводятся токсины, регенерируется слизистая и нормализуется микрофлора желудочно-кишечного тракта, ну, соответственно, и мочевыводящих.